Добрый день, уважаемые коллеги, это обзор рынков от компании Тикмилл и сам я, Артур Идиатурин. В автомобильной индустрии продолжает наблюдаться сильный спад из-за стагнации или снижения спроса практически на всех основных рынках. В годы низких ставок кредитного стимулирования и сравнительно высокий средний уровень занятости по всему миру оказались недостаточными, чтобы укрепить потребность, спрос на автомобили, которые, к слову, все больше сводятся к потребности, к необходимости передвижения и предполагают более прагматичные решения типа каршеринга. Структурное замедление в секторе необходимо сейчас закладывать как перманентный фактор, который будет сдерживать отскок в индексах производственной активности в США, Германии, Китае и Индии. Это важно, так как, по крайней мере, один американский банк, Морган Стэнли, ожидает в 2020 году мини-цикл экспансии экономики. И если импульс в снижении продаж автомобилей недооценен, критика или сомнения в подобных оптимистичных прогнозах, она сейчас будет обоснована. Фондовый рынок тоже нужно учитывать, он частично уже заложил отскок в индексах производственной активности грядущей, что может с учетом информации, с учетом данных о продажах автомобилей выглядеть самоуверенно, выглядеть оптимистично, чересчур. Агентство Fitch опубликовало обзор, посвященный перспективам автомобильной индустрии ранее на этой неделе, прогнозируя, что снижение продаж произойдет невиданным темпом с момента последнего кризиса. Из этого графика можно сделать вывод, что Китай и несколько мелких, небольших рынков в совокупности, они вызволяли сектор по сути из предыдущего кризиса, однако затем ключевой для автомобильного сектора китайский рынок начал сдавать позиции и сменив вектор он внес уже отрицательный вклад в продажи в 2018 и 2019 году. По мнению Fitch, замедление на мировом автомобильном рынке было ключевой силой, стоящей за снижением глобальной производственной активности. Такого как бы напрашивается сам собой. Если посмотреть на прогноз снижения продаж в мире, это минус 4%. В 2019 году такая цифра сопоставима с отрицательными темпами при предыдущем кризисе. Как я уже сказал, основным источником снижения продаж стал Китай, где за 10 месяцев этого года продажи упали на 11% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. В США и в Европе это изменение составило минус 2%, в Бразилии, Индии и России примерно минус 5,5%. Среди структурных факторов, которые ограничивают рост продаж, можно перечислить растущее давление экологов, экологических стандартов, набирающие популярность сервиса каршерингов, удешевление такси за счет агрегаторов и ухудшение дорожной обстановки в крупных городах и в мегаполисах. ФИЧ ожидает, что в лучшем случае сейчас можно ожидать стабилизацию сектора, стабилизацию продаж в 2020 году. Из этого нужно исходить при оценке индексов производственной активности на 2020 год. На сегодня все, спасибо за ваше внимание, увидимся с вами в понедельник.